Здравствуйте, Шаватов, Агутывох, хорошая неделя. У нас 141-й урок по Мишле, мы находимся в 16-й главе и добрались до последних нескольких предложений. В данный момент предложение номер 31. Говорит Шлома Меллах, венец славы седина, находит ее на пути правды. Теперь посмотрим, как это звучит. Волошон Акодыш. Атереттиферес сейва бедерик с докатимаце. Венец красоты, гармонии – это седина. Когда человек идет путем дздоки, он ее найдет. Говорит Мальбин, что седина – это корона, украшающая меду качество человека, который называется Тиферет Красота, которой мы обязаны дать кого-то почитание. То есть она выражается в том, что мы должны, обязаны давать почитание, скиним, старейшинам, пожилым людям. Аль, шебахну, гаимим. За то, что через них прошли дни. То есть они прожили какие-то дни. Ваасу рафтов. И они сделали много хорошего. Вяшли мы тахли там. И они выполнили, завершили свой тахли, свою цель. Аваль. Атеретзе, лотимца. Но эту корону, эту красоту, ты не можешь найти, а только Бедерих-дздока, человек, который шел по путям дздоки. Дздоку надо переводить. Праведности. Щаас, что тогда? Коль, альдерих, маша, катув. Происходит все, соответственно, и тогда все, что человек добавляет, продлевает свои дни. Он добавляет Митцвод и Маасим Тавим. С каждым днем он добавляет дополнительные заповеди, дополнительные позитивные поступки. Но Раша, нечестивец, он добавляет делать зло. И тогда, нисколько бы дней он не прожил, это не прибавляет ему красоты, гармонии к его дням. И также Раша, который уже, про которых сказано раньше, что этот человек, который называется Адам Балиэль, и мы перевели Адам Бли-Оль, человек, который без герма, без принятия на себе игоревательного рабства, поэтому питом, неожиданно, приходит время и говорится, что здесь, что Дерих Раша, что путь такого нечестивца, лоимца от Эра Цаева. Он никогда не дойдет до того, что он украсится короной седины. Ки, Пета и Шавер Вен Пре Пе. Потому что вот эти оверот, которые он делает, они его разломают, и нет от этого лечения. То есть, Мальбин объясняет, что корона седины, корона лет, она приходит только к человеку, который ведет себя по путям дзадаки, по путям праведности. И происходит это из-за того, что человек, который ведет себя, идет по правильному пути, ведет себя по нужному пути, то подобный человек, он каждый день прибавляет какую-то митсву, какие-то маосим-тавим, какие-то добрые дела, Тору. И, соответственно, этому он растет, и растет его, как бы, часть в мире. И он пишет, что человек, который называется, который венец, которого Саева, это человек, который ешлим от Ацмо, который завершил самого себя. То есть, человек рождается недоделанным, незавершенным, нецельным. И его путь в Торе, в митсвот, в заповеди, в жизни, это доделать себя и превратить себя в нормальное состояние. Закен, это человек, который пришел к этому состоянию и завершил его. Перевод слова Закен, пожилой, старый, это Зе Кана, тот, который приобрел. Мы живем в таком мире несколько, не знаю, как... Искаженный. Да, вот не знаю, как правильно привести, сказать искаженный, да, наверное. То, о чем говорит Гемора, что говорит Раби Шиман Бар-Ихай, Алла Мафух Раити. Я видел мир наоборот. Мы живем в мире, который наоборот весь. Поэтому сегодня понятие старость, это понятие, которое вызывают люди, пытаются выглядеть молодыми, продолжать быть молодыми и так далее. И старость вещь, которой человек стесняется. Лымайса на самом деле, понятие Закен, это человек, который приобрел некое совершенство в этом мире. Зе Кана. Я сейчас немножечко приведу кусочек из Рамхаля. Рамхаль, по-моему, во второй главе, пишет о том, что... Дериха Шим, я имею в виду книга. Пишет о том, что человек состоит из двух начал. Начало, которое называется коах-сихли, сила разума, и начало, которое называется материальным началом, коах-гашми. И материя, и разум находятся в постоянной борьбе между собой. И эта борьба ведется на уровне самым разным. Разные эпохи человеческой жизни и так далее. И, как бы, нефиш-сихли человека, его разумная душа, фактически это духовное начало человека, и она находится в душе человека. Душа тянет человека к духовной жизни и отталкивает от материальности. Материальная жизнь является полной противоположностью духовной. Мы находимся в мире и в состоянии, когда у нас, как говорил товарищ Карл Маркс, бытие определяет сознание. И это, несмотря на то, что это очень грустно, это, к сожалению, является стопроцентной правдой. И проблема состоит в том, что наша духовность очень сильно подчинена материальному миру. Но даже, говорит Рамхаль, когда мы посмотрим на то, как живет человек, то мы увидим, что с возрастом материальные нужды постепенно становятся менее и менее важными и отходят на совершенно иной план. Человек начинает свою жизнь в возрасте ребенка, когда у него нет ничего, кроме материальности. Все, что его волнует, это покушать и сходить в туалет. Больше никаких интересов у него нет. Постепенно, когда он вырастает, у него появляются новые интересы, которые на самом деле недалеко выходят за рамки предыдущих. Но они растут. И к старости, чем старше человек, тем меньше материальные вещи его интересуют. И он становится более духовным. Потому что тело, когда оно стареет, оно перестает так влиять, как влияло раньше. Это можно увидеть на самых разных проявлениях, разных видах таавы, вожделения, которые есть у человека. И постепенно материальность занимает его все меньше и меньше до того момента, когда он умирает. К тому моменту, когда он умирает, материальность отходит уже совсем сильно на второй план. И остается только душа, которая в лучшем случае попадает в Ганеден. И это идеальный вариант. И тогда остается только духовная сущность человека. Алла Маба, грядущий мир, мы сейчас разбирать не будем. Это совершенно другая история. Вот. Но чем старше становится человек, тем дальше он уходит от материальности. Поэтому Закен на иврите происходит от слов, наложен Акодыш, происходит от слов Зекана, тот, который приобрел. Человек, который приобретает духовность. И одна из вещей, связанных с приобретением духовности, это отодвигание материальности на второй план. Но сегодня мир устроен таким образом, что своей старости принято стесняться и так далее. И понятно, что это неверно, но тем не менее. Теперь посмотрим, как объясняет Гаон этот кусочек. Гаон пишет Атереттиферет сейва бедерик сдоха тимца. То есть гармонию и красоту сейвы, седины, ты можешь найти только в путях дздаки. Он пишет, что слово сейва седина. Она приходит к человеку, когда он удостаивает Всевышний его, чтобы он вел себя бедерих лыгангик и шивашель тора базикнуто. Когда он удостаивается, что такое сейва? Это сейва, это не просто немножечко белых волос, которые появляются у человека. Сейва, это понятие, которое связано с тем, что человек удостаивается вести ешиву торы в старом возрасте, в пожилом возрасте. И вот этот атерат, эта корона, о которой мы говорим, она ему очень, не знаю, как по-русски сказать, лучше, очень идет. Она для него очень красивая. И она находится в человеке, который идет по путям дздаки. Понятно, что когда мы с вами говорим о короне торы и так далее, о короне сейвы, которую достаивается пожилой человек, то я, конечно, очень извиняюсь, но мы немножечко напоминаем серию анекдотов про блондинок. Когда, грубо, какой-нибудь анекдот, когда представитель ГАИ останавливает машину, за рулем которого сидит блондинка, или подходит к машине, за которой рулем сидит блондинка, она остановилась под знаком «остановка запрещена». Он приходит, представляется и спрашивает, скажите, вы здесь ничего не видите? Она говорит, нет, ничего. Ой, на вас новая форма. Так вот, когда мы рассматриваем себя, мы примерно так же воспринимаем Рошь-Яшиву, который достиг Зикны и который удостоился того, что у него есть ученики торы, и эта тора, это и есть сейва, которая ему очень идет, то наше представление о том, что идет, это примерно как представление блондинки, я извиняюсь. Но, тем не менее, когда Гаон объясняет, что сейва, седина, о которой здесь говорится, это не белая копна волос, которая хорошо уложена и красива, и не лысина, которая появляется у человека с возрастом, а речь здесь идет о том, что человек удостаивается того, что тора, который он выучил, через сдоку, которая шла, через его поведение, приводит к тому, что через него в мир входит тора. Ученики тора, это означает какое-то продолжение передачи тора от Маши Робейну и дальше, которое происходит у человека, который посредством этого удостаивается вот этой короны, которая называется сейва. Весь остальной перушин, этот посуд, он приводит к курсивам. Это означает, что здесь есть очень более глубокие какие-то вещи, чем обычные. Попытаемся их сейчас разобрать на каком-то уровне. Атери циферит сейва. Красота, гармония, красоты сейвы, то есть седины. Говорит он, есть три уровня. Действия, тора и мудрость. Они расположены снизу вверх. Как это сказали наши мудрецы, он приводит цитату. Так же, как в молодости человек должен сделать себя катаном, лаактинацму, делать себя маленьким. И об этом сказано. Мипней сейватакум перед пожилыми людьми, перед сединой ты должен вставать. Вегадарта, пнеезакэны, ты должен уважать лицо пожилого человека. Веяратами алакейха, ты должен бояться Всевышнего. Это суки мисторы, из которых учатся диним уважения Талмиты Хахама, уважения пожилого человека. В данном случае пожилой человек это Талмит Хахам, это мудрец Сторы. Пируш, объяснение. Что значит гадарта, пнеезакэн, перед кем надо вставать, мимишао, вэта, гашэм, перед человеком, который служит творцу. И то, что здесь написано, здесь написано три вещи. Первая вещь, что надо уменьшать себя, то есть вставать перед сединой, уважать пнеезакэн и лицо пожилого человека и бояться Всевышнего. Эти три дороги, они сверху вниз. Катнус, катнуто, в молодости, это атерет, это слово атера, то есть слово гармония, красота, как сказано атерет закиним бнейбаним. Что такое корона, что такое красота пожилых людей, это внуки. Что бнейбаним, что внуки, это то, что украшает дедушек. Вэкшебаба имим, и когда он приходит в эти дни, что в дни, которые называются циферет красоты, то есть циферет баним аватам, красота сыновей их отцы, то есть первое, что есть, это отцы гордятся, дети гордятся отцами. Отцы украшают детей. После этого появляется новая дорога, которая называется сейва. Сейва, седина дословно, это два уровня, говорит Гаон. В слове сейва находятся два уровня, разных уровней. Один уровень это сама седина сейва, и другая это зикна. Что такое зикна? Ну, закэн, это то, что я сказал, пожилой человек. Чем они отличаются? Говорит Гаон, бэньшишим лазикна, бэньшивим лысыева. Я не взял с собой перкиавод, но известная Мишна в перкиавод, в конце пятого перика перкиавод, предпоследняя Мишна пятого перика. Мишна говорит о том, что существует бэньшалошла микре в три года, к микре в пять лет. Спасибо. Один момент, раз мне передали, то можно использовать. Раз такое пьянка, то режь последний огурец. Говорит Мишна, бэньхамешаним ламикре, в пять лет надо начать изучать хумаш, в десять лет мишну, в тринадцать лет надо начинать выполнять митцвот, то есть тринадцать лет это бар митцва, мальчик становится взрослым, выполняет заповеди, в пятнадцать лет начинается учить гемора, в восемнадцать лет жениться, в двадцать лет преследовать, один из комментариев преследовать, стремиться к женитьбе, уже брать, чего дают, в тридцать лет человек приобретает силу, в сорок лет он приобретает бину, разум, в пятьдесят лет он может давать советы, в шестьдесят лет начинается зекна, в семьдесят лет начинается сейва, то есть седина, в восемьдесят лет начинается гвура, то есть сила, в девяносто лет он начинает лосох, Потом объясним, что это такое. В сто лет, как будто бы он уже умер и исчез из этого мира. Это говорит Мишна в Перке. Мораль здесь дает интересный комментарий и говорит, что здесь сказано. В 70 лет начинается к седине. Имеется в виду, что в этом возрасте человек становится шалэм бэймим. Он наполнен днями. Потому что в Дхилем Давид Амелла говорит, дни человека это 70 лет. В имбэгвура шманимшана. Если в силе, то 80 лет. Говорит Мораль, что перушь объяснения слова сейва, он происходит в слове свия. Сейва свия. Свия это насыщение. Человек, который становится савэя бэймим, насыщенный днями, этот человек называется сейва, это называется седина. И поскольку цифра семь, это цифра цельная, полная цифра, и днями и годами, что после цифры семь все всегда возвращается по кругу. Поэтому эта цифра называется свия, насыщение. От шева, сева, это одно и то же слово. Сева это савуа, это сытый, шева это седьмой. Что каждый, кто достигает цифры семь, он становится цельным. Поэтому сказано, что в 70 лет к человеку приходит сейва, седина. Потому что сейчас у него все его дни наполнены и целины. И цифра 70, это цифра 70 лет цельности человека. И несмотря на то, что границы жизни человека иногда и больше, и как в этой же Мишине сказано, до 100 лет, но это только в случае, если какая-то есть добавка к цифре 70. 70 это цельность цифры. 7 и еще 10. 10 это всегда цельность, совсем цельность, округленность. А 7 это всегда свия, насыщение. Потому что есть понятие сытый и есть больше, чем сытый. Наполненный и переполненный. Поэтому 7 это 70, а больше этого это уже выше, чем насыщенность. И так до 100 лет. И здесь сказано, что в 80 лет человек достигает понятия гвура, силы. Имеется в виду, что если человек балькоху бальгвура, человек, у которого есть силы, разные виды сил, то у него есть сила дожить до 80 лет. И это то, что иногда у человека есть дополнительные силы, чем у другого человека. И он доживает до 80. И его насыщенность фактически, его силы дают ему пересыщенность. И тогда его дни 80 лет. Но у обычного человека, нормальное состояние человека, это 70 лет жизни. Дальше продолжает перкиовод, раз уж я его открыл, то я прочитаю, что мораль пишет дальше. И говорит, что в 90 лет человек начинает ласуах. Ласуах это, как это перевести на русский, сгибаться, склоняться, горбиться. Имеется в виду, что этот человек, что означает это слово ласуах, сказанное в перкиовод. Я надеюсь, что понятно, что когда Хазаль нам объясняет, что в 90 лет человек немножечко горбится, не имеет в виду, что наши мудрецы благостенной памяти сделали анализ, посмотрели, походили по больницам и по домам престарелых, и увидели, как себя ведут люди в разном возрасте, и описывают их строение, когда кто начинает горбиться и так далее. Для этого не нужно быть мудрецами, не нужно писать мишну. Речь идет о том, что человек отличается от всех остальных бриот, от всех остальных созданий в этом мире своей вертикальностью. Все остальные животные ходят горизонтально, на четырех ногах, включая жирафа. Несмотря на то, что у него очень длинная шея, он очень высокий, выше большей части человека населения планеты. Тем не менее, это горизонтальное создание, несмотря на то, что шея у него длинная. Человек, он отличается тем, что он стоит на двух ногах, и его голова сверху, а ноги снизу. И это часть того, что называется целым элаким, подобие Всевышнему. Я сейчас не буду входить в понятие целым элаким, десятки комментариев, которые на эту тему написаны, но одно из объяснений, которое сейчас затрагивает мораль в Перкеавод, это то, что целым состоит в том, что есть у человека состояние голова сверху, самая верхняя часть головы, которая влияет как вектор на все, что идет вниз, до самой земли, до самых ног. Для того, чтобы показать, что нефиш, которая находится над головой человека, парит где-то, самый высокий уровень души, о котором идет речь, о которой идет речь, она влияет на всю жизнь человека, и его материальность, его тело, должно быть управляемо, его нефиш секли, его духовным началом. Когда человек становится бен-тишим до 80 лет, человек может быть дошивим, до 70 лет, человек достигает шлеймута целостности, как мы только что сказали. Некоторые люди, у которых есть дополнительные какие-то вещи, которые Акодыш Бургу в них вложил по тем или иным известным ему причинам и неизвестным мне, эти люди спокойно доживают до 80 лет в состоянии цельности, в состоянии завершенности, и они, несмотря на то, что в 70 достигли этой цельности, в 80 становятся столько же цельны, и, может быть, их даже уровень растет, я имею в виду, их насыщаемость растет и достигает 80 лет. Но это очень небольшая группа людей, как говорит Маораль. Люди, которые дотягивают до 90 лет, они начинают терять в своем уровне. Поскольку 8, 7 и 8 – это уже полная насыщенность, то дальше человек начинает горбиться, сгибаться, он теряет свою вертикальность. И это не просто то, что у человека там с позвонками что-то происходит, это теряет свою вертикальность в духовном смысле этого слова. Он начинает лалехет сахуах, он начинает ходить согнувшись. И это потому, что человек – это единственное создание, которое ходит в камаз куфа. Ну, как это перевести? Поднятое вертикально. Ну да, рост, который выпрямляющий. Для простоты у нас есть браха, которая у меня тут же, поскольку я с сидора могу и с сидора привести, но мы ее помним наизусть. Браха, которая говорит Барухата Ашема Лакейна Малалам Зокев Кфуфим. Благосостояние Всевышнего, которое выпрямляет согнутых. Выпрямляет согнутых кавана этой брахи, то, что Акодаш Барагу дает человеку строение, которое дает ему возможность выпрямиться, я еще раз напоминаю, в духовном плане, и сделать так, чтобы нефиш сихли, духовная душа, влияла на всю сущность человека от макушки и до ног. Один из моих детей когда-то, в очень ранние годы своей жизни, когда они обсуждали с другим ребенком, там, двое маленьких относительно детей, обсуждали, кто какого роста. Один из них сказал, положил руку на голову и сказал, я высокий отсюда и до пола. Так вот, это максимум роста человека, который может быть, когда человек, его рост вертикальный от головы до пола, только не то, что имел в виду маленький ребенок, я не знаю, 5-6 лет, я не помню, скольки, а когда человек достигает уровня, когда весь его вертикальный рост от земли до макушки, он устремлен на службу Творца. Говорит Маораль, что в 90 лет человек начинает меняться, его рост начинает уменьшаться, он сгибается, и немножечко начинает напоминать других животных в этом аспекте, естественно. И это то, о чем сказано, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, и ты можешь видеть, что человек со стороны свойств, своей целостности, у него есть такая вещь, что он выпрямленный, распрямленный. И мы уже говорили смысл этого, потому что человек из-за того, что он царь над нижними мирами, поэтому он идет в выпрямленном состоянии, подобный царю. Все остальные создания должны ходить согнутыми перед ним. И когда человек достигает возраста 90 лет, то это человек, у которого появляется изъян, что уже у него нет этого шлемута, этой целостности, и поэтому он вынужден быть сахох, он вынужден быть согнутый. Ой, я такого слова не знаю, ладно. И эта вещь, как будто бы он уже не цельный человек, потому что часть молот, часть плюсов Адама у него теряется. Мораль очень любит, когда он что-то пишет, он очень любит повторять все по много-много раз. Но суть более или менее того, что сказал Мораль, нам понятно, что возраст 70, то, что нам нужно, все это нам нужно, но главное, возраст 70 – это возраст, определяющий цельность человека. В этом возрасте он достигает своей цельности. Поэтому пшат пасука, перед пожилыми надо вставать, это пшат, человек, который достиг не только возраста 70 лет, и не только голова у него немножечко посидела, но он достиг состояния, когда он становится шалем цельным. И в этот момент перед ним надо вставать, и объясняет Гаон, что это человек, который удостоился передавать Тору в состоянии, когда он становится закен, когда он становится пожилым человеком, старым человеком. И я напоминаю, что это то, примерно, о чем пишет Мальбин, как я его коротко сформулирую, когда человек становится пожилым человеком, достигает своего шлеймута, о котором говорил Рамхаль, что его материальные силы становятся много-много меньшими, и, соответственно, духовные растут. И это тот человек, про которого говорят закен, начиная с 60 до 70 лет. Это человек, который зэкана, тот, кто приобрел, приобрел духовность. Окей, двинемся дальше. Дерри Гагав, просто так вот, в скобках, в Мамар Музгар, я не знаю, не хочу, чтобы это много времени заняло. Слово закен происходит от слова закан. Закан – это борода. Борода, понятие бороды, волосы, которые растут на бороде у человека, они символизируют определенные вещи, которые в различных иньоним Кабола, Гагро очень много на эту тему пишет, объясняя их, в Вильнюсский Гагав он пишет. Это вещи, которые определяют влияние творца, есть такое понятие, 13 тикуней исправлений бороды Всевышнего. Понятно, что Всевышний имеет не только бороды, но и нету тела и так далее. Но понятие борода, о которой идет речь, это передавание атрибутов, они соответствуют 13 атрибутов милосердия, которые были раскрыты Маширобейну на горе Синай, во время, когда Амисраэль сделал золотого тельца, и после этого Маширобейну молился Всевышнему о прощении грехов, то Всевышний ему сказал, что ты для молитвы использовал схутовод, награды, схут, как это, заслуги отцов, будет время, когда заслуги отцов кончатся, и тогда единственное, что поможет Амисраэлю остаться в живых и вернуться к Чуве, это состояние, когда управление миром происходит с помощью Йодгимэл, 13 принципов милосердия, которые Всевышний спускает, которые Всевышний спускает в этот мир, и с помощью них управляет миром. Другое название этих 13 принципов милосердия, 13 тикуней дикна, 13 тикунов исправлений, которые делает Закан, которые делает Всевышний. Закан, борода, это волосы. Волосы, слово волосы, происходит саар, от слова шаар. Шаар это ворота, это то, через что происходят, проходят те аспекты, через которые происходит какое-то влияние, которое спускается сверху вниз от Всевышнего. Это влияние идет по 13 источникам милосердия, о которых идет речь. И человек, который Закан, это происходит от слова Закан, от слова борода, где есть тоже намек на то, что человек, который Закан, он достигает восприятия этих йодгимал, медот, 13, медот, милосердия Всевышнего. И это и есть та хохма, которую он приобретает. Это и есть та мудрость, которую он приобретает. Продолжим дальше. Так вот, он сказал о том, что в Саеве есть две мадреги, одна 60-ти, другая 70-летняя. Мы это посмотрели у Маораля. И это то, о чем сказано. Теперь такой очень скользкий момент в этом комментарии Гаона. Он говорит, что все эти вещи, Саеву можно приобрести, Саева становится, седина становится украшением человека, только если она приобретается, Бедерик Тздака Тимца. Ты ее можешь приобрести только через дороги пути Тздаки. Тздака, объясняет Гаон, это аббревиатура ЦАДИ, ДАЛИТ, КУФ, ГЕЙ. Аббревиатура четырех букв, которая означает ЦАДИ, это ЦАДИК, праведник, эмуна, вера. ДАЛИТ, это ДАЛИТ, к душот, четыре души, которые человек говорит каждый день, четыре уровня святости, которые существуют. КУФ, 100, гематрия слова КУФ, это 100. 100 брахот, которые существуют, которые человек должен искать каждый день. И ГЕЙ, это ТОРА, ХАМИША, ХАМШЕЙТАРА. И это четыре уровня, которые существуют. Это брахот, единство Всевышнего, к душе и ТОРА. И вот эти вещи, о которых мы сейчас говорим, это цитаты, которые Агро приводит, это цитаты из книги Зохр, которые определяют соотношение, как бы, того, как можно приобрести вот эту вот циву, как можно стать цельным. То есть, для этого человек должен быть цельным в эмуне, в вере, это ЦАДИК, праведность поведения. Он должен быть КАДОШ, свят, четырьмя видами святости. Святость, это отделенность. Человек, который КАДОШ, это тот, который отделился от других вещей. ГЭКДОШ, это то, что отделено для БАЙТМИГДОШа. КИДУШИН, это отделение жены от всего мира, чтобы она стала женой этого человека. КДУШИ, это всегда отделенность. Есть четыре уровня к душе, четыре уровня отделения, которые существуют, до которых может выйти ЦАДИК, когда все, что существует в этом мире, он отделяет только для службы Всевышнего. Самый первый уровень, это отделение МИЦВОД. Все, что я делаю, все МИЦВОД, которые я делаю, я делаю во имя Творца. Это нижний уровень к душе, который существует. Следующий уровень к душе, это не самый нижний, извиняюсь, я пропустил. Самый нижний уровень к душе, это когда я отделяю себя от всего запрещенного, что есть в этом мире. И все запрещенное отделено, оно не имеет отношения к человеку. Следующий к душе, это когда все, что я делаю, я делаю только ЛАШИМ МИЦВОД, и это становится отделение всего на уровне МИЦВОД. Следующее отделение, это отделение, когда человек МИКАДЕШ АТСМО БМУТАРЛАХ, человек освещает себя не в МИЦВОД и не в АВЕРе, а в вещах, которые называются ДВАРИМШИЛИ РШУД, вещи, которые являются РШУДом. Я имею право делать, имею право не делать, и то, что я делаю, то, что разрешенные, но не предписанные мне вещи, я делаю ЛАШИМ ШАМАЕМ только в МИНЕБЕС. То есть, когда человек кушает, он кушает для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему, когда он спит, он спит для того, чтобы были силы изучать Тору, и никакого больше сна и никакой больше еды у него нет. Я привел два примера, таких примеров вся жизнь. И это третий уровень души. И четвертый уровень души – это к души, которые нам не описать словами, это к души, когда устремляешься к Всевышнему, который отделен вообще от всего и вся, к души, которые очень трудно понять. Поэтому есть четыре к души, которые мы говорим, и когда человек достигает этих четырех душот, это следующий этап. Брохо, меа брохот, который он говорит, сто брохот, которые нужно говорить каждый день. Все слышали о том, что есть токана Медорабона, токана Рабаним. На самом деле это токану ввел, это постановление ввел Давида Меллах во время голода, когда был во время описанных книги Шмуэля. Давида Меллах ввел токану, из постановления, что человек должен каждый день говорить меа брохот. Слово меа сто – это понятно более или менее десять раз по десять. Десять – это самая большая наполненность, которой есть соответствующие десяти сферот. И каждая сферот, которая делится на десять, таким образом заполняется цифра сто. Это вообще максимум того, что может быть. Но что такое брохо? Брохо, любая брохо, благословление, которое есть, есть разница между разными брохот, но есть что-то общее между ними. Понятие брохи – это понятие, когда человек снизу притягивает к себе, к этому миру, к какой-то вещи, к чему-то, ко всему миру в конечном итоге. Ту гашпоу, то влияние, которое существует в высшем мире. В высших мирах Акодыш Броху создал какие-то светила, создал какие-то влияния. И Акодыш Броху Всевышний сделал так, что это влияние приходит в мир, только когда Ам-Исраэль делает действие, притягивающее это влияние в этот мир. Оно как бы потенциально существует, а перевести его из потенциального в кинетическое состояние может только человек своими действиями. Действия Митсвот тоже делают эти вещи, но есть определенная разница между Митсвот и Брохот. Когда человек говорит «Баруха та Ашем», то в этот момент он говорит «Барух» – это магнит, который притягивает имеющееся влияние Всевышнего. Ты Всевышний, который является источником всех Брохот. Имя Гошема – это тот, который был, есть и будет, тот, который является господином всего. Элокейну – Мелагаалам. Элоким – это имя хозяин, тот, который распоряжается всеми силами, силами природы и силами, выходящими за границы законов природы. Ну, окончание – наш Бог. Означает, что это тот Всевышний, который влияет на каждого и каждого. Это личным влиянием. И когда мы заканчиваем Браху, в зависимости от того, что мы делаем, например, Браха Леонех Твилин, надевающий, который осветил нас в своем заповеди и заповедующий надеть Твилин, то в этот момент с помощью заповеди Твилин, этой Брахой, мы притягиваем какое-то влияние Творца, которое соответствует этой заповеди Твилин. Нам сейчас не надо входить в то именно, что и как притягивается в этот момент. Кох Асия – умение выполнения митцвод, притягивания ко всем митцвод какой-то силы Всевышнего, Света Творца. Когда мы говорим Браха Барепри Аэц, благословен ты Всевышний, который создал плод, дерево и кушаем яблоко, мы делаем так, что еда, которую мы сейчас едим, она становится частью соединения материального и духовного миров, как, в общем, любая другая Браха, которую мы говорим, соединяет, дает материальный мир, вливает в него какое-то влияние сверху. Это еще одна вещь. И человек, который говорит о тимея Брахот, сто Брахот каждый день, тем самым он тоже приближает, делает так, что его саева, его седина становится насыщенным, поскольку он сам насыщает нижние миры влиянием Всевышнего. И последнее, Хамиша, Хамшей, Тара, пять книг Торы, имеется в виду, вся Тара Шабихтафи, Тара Шабальпе, вся письменная и устная Тора, которую человек учит, тем самым он заполняет этот мир, и в первую очередь самого себя, Торой Всевышнего, Тора Дгашем Тмима, цельная Тора от Всевышнего, которая наполняет его, и человек становится мизукак. Тора, в принципе, это главное лекарство против Яцархары, сказано в Геморрике Душин, говорит Творец, что создал я Яцархору и создал Тору Тавлин, и сделал Тору, которая является лекарством от Яцархары. Тора, которая наполняет человека, она подчиняет себе Яцархару, а источником Яцархары являются Тава и Гава, гордыня и Таева, и вожделение, которое испытывает человек. Поэтому, когда человек наполняет Торой, плюс к этому проходят годы, и материальность его уменьшается с каждым днем, с каждым годом, то дни становятся заполненные Торой заповедями, к души и праведностью. И эти четыре вещи называются цдака, и это то, о чем говорит Зохар, что благодаря этим вещам человек приобретает то, что называется сейва, и, как сказал Гаон с самого начала, это наполнение мира Торой и передачи Торы другим поколениям. Это икор, понятие сейва, и это то, о чем сказано, бипней сейва таку, перед сейвой надо вставать, перед старостью надо вставать. Получилось, что у меня это заняло несколько больше, опять же, времени, чем я думал, хотя я понимал, что это много. Теперь, следующее предложение, с этим мы более или менее закончили, так бы, диавет. Следующее предложение, которое говорит, долготерпеливый лучший богатыря, владеющий собой лучше завоевателя города. Предложение тоже очень емкое и немножечко длиннее, чем надо на этот рог. Говорит Мальбим, а, вначале я обещал на иврите читать, говорит Шлома Мелах, Лучше тот, кто владеет терпением, чем силач, богатырь, и тот, кто владеет своим духом, он лучше, он выше, чем умеющий осадить город. Теперь попытаемся разобрать, что пишут Мальбим и Гаон. Гибор, богатырь, сильный человек, билтима орехав, у которого нет умения сдерживать свой гнев. И это человек, который мстит своим врагам. Он показывает свою силу тем, что он пересиливает сильнее, чем свои враги, внешние. То есть, другими словами, Рувен умеет набить морду нескольким окружающим людям, и тем самым он показывает, какой он богатырь, почти Илья Муромец. А, Валь, если, но, однако, если он будет слушать законы мудрости, без того, чтобы мстить, и он будет пересиливать свою ясергору, свою зависть, желание отомстить, которые находятся по отношению к своим органам тела, и будет делать вместо действия накамы, он будет делать вместо мести, он будет делать какие-то другие вещи, то это лучше, чем понятие, это выше, чем понятие сильный человек, который может пересилить другого человека. Потому что пересилить своих врагов внутренних намного тяжелее, чем пересилить внешних врагов. Иногда это зависит от того, какие внешние враги. Въеш, Миша, Маарихав, а есть люди, которые умеют терпеть, делать так, чтобы гнев долго не проявлялся, и эти люди, которые называются Кацарох, люди, у которых короткий дух, что, несмотря на то, что они не делают, не мстят, они не делают никаких действий, тем не менее, внутри их сердца находится накама, месть, и находится натира, тоже вид, мести, по отношению, то есть, они в сердце ненавидят другого человека, которому мечтают отомстить, но умеют сдержаться и не проявлять этого. И об этом сказано, что это человек, который Кацарох, у него короткий дух, но человек, который владеет своим рвухом, владеет не только действиями, то есть, есть человек, которому очень хочется набить другому морду за то, что он что-то плохое сделал, но он терпит, он не проявляет своих действий. Понятно, что набить морду это не обязательно дать морду, это любое проявление, любое действие, отрицательное по отношению к другому человеку в виде мести, человек может сдерживаться и не делать этого, но внутри его сердца царит ненависть. И есть другой человек, который Машель Барухо, который властвует своим духом, рвухом, что такое рвухом обсуждали, второй снизу уровень души. И он владеет этим уровнем для того, чтобы заставить себя, чтобы у него даже в голове не появлялись какие-то мысли про месть, и в сердце они не попали совсем. И этот человек, он лучше, чем тот, кто умеет осаждать город, потому что душа человека, вот этот вот рвух в этом человеке, он подобен городу, который осаждается много, множеством солдат, и они намного сильнее, чем Ецер за Кенвексиль. То есть, они все руководят Ецер Горой, что это то, что рисует человек в своем сердце с помощью своих отрицательных качеств, какие-то отрицательные вещи. И если он Мит-Габер, если человек справляется со своим рвухом и заставляет его, и завоевывает этот небольшой городок в виде своего сердца, то это большая сила, чем человек, который умеет завоевать целый город. Ну, как бы, идея очень простая Мальбима, о том, что существует два вида мести, два вида отрицательных качеств, которые человеком владеет. Одно из них в действии, другая в мыслях. Человек, который владеет своими действиями, но не владеет своими мыслями и желаниями, этот человек называется Коцер-Рох, человек, у которого короткий дух, но тем не менее, понятно, что это лучше, чем сразу же мстить, но в душе его накапливается злость, и это может прорваться наружу. Человек же, который умеет разобраться со своей душой Рохом и захватить его так, чтобы там не было никаких картин, никаких мыслей, этот человек, человек, вышедший на очень высокий уровень. Теперь Гаон пишет довольно большой комментарий на этот посуд, не знаю, насколько мы успеем его разобрать. Он говорит, что Гибор силач, это человек, который может справиться со своим товарищем, и когда он справляется с кем-то снаружи, то у него проявляются как бы его, все его советники, которые находятся внутри этого человека, советуют проявить проявить свою силу и справиться с ним. Человек, который, и он может это сделать, у него хватает физической силы. Человек, который осаждает город, это тот, кто делает блокаду, окружает город и после этого его завоевывает. Для того, чтобы лить Габер, и для того, чтобы пересилить кого-то, который находится вне его, это зависит от силы, но завоевать город, это зависит не только от силы, но и от разума, которому производят какие-то действия. И об этом сказано в Пасуке, в Мишле, это сказано причем два раза, Бетахбулот Тааселлахамилхама, своими действиями, своей хитростью соверши себе войну. И также человек, который находится в состоянии борьбы, наверное, надо перевести, со своими качествами. И он хочет служить Всевышнему, и есть качества, которые мешают это делать. Этих качества два. Каас и Таава. Гнев и вожделение. Каас, гнев, он происходит из понятия кавода, из желания человека получить кавод, то есть почести. И никакие органы человеческого тела не получают от этого удовольствия от кавода. Удовольствие получает только разум человека. Он видит, что ему делают кавод, перед ним встали, я не знаю, какой кавод придумать, но то, что он видит, что перед ним встают, ему оказывают какое-то почитание, на самом деле ему от этого невкусно, несытно и так далее. И чтобы это захватить, человеку не нужно, а только сила для того, чтобы пересиливать один свой орган, орган, который разум, который требует и говорит мне магия кого-то. Для этого достаточно только пересилить вот эту мысль и все. Поэтому для этого нужен человек, который будет гибор, и тогда он пересилит свой каас, гнев. Потому что понятно, почему у человека возникает гнев. Потому что он, сволочь такая, мне на ногу наступил. Кто он вообще такой по сравнению со мной? Это каас, который возникает у человека. Человек, который понимает, что он сам по себе никто, у него никогда не может возникнуть кааса. Но поскольку у нас такая проблема, что мы все считаем, что мы не никто, а даже кто, то поэтому с каасом у нас все в порядке. С гневом нет проблем. Но человеку, для того, чтобы пересилить этого, достаточно просто понять, кто он такой, и тогда все станет на свои места. Стаевой намного тяжелее, говорит Гаван. Он говорит, таава, она приходит из части души, которая называется руах. И из нее рождаются все таавод. Поэтому человеку нужно своим разумом сделать много действий, очень серьезные действия. Потому что таива у человека появляется, в отличие от кого-то, она появляется у него с самого рождения. Как только человек рождается, у него появляются какие-то желания. И об этом сказано что есть маленький городок, и в нем немного людей. Имеется в виду, что немногие из них, которые не слушают царя. И тут приходит Мелых Гадоль, какой-то большой царь. То есть происходит царь, которого слушают абсолютно все. Все ему подчиняются. Это таива. Поэтому он называется Мелых Гадоль. Большой царь это таива. И он строит много ловушек для людей. И это имеется в виду разные ловушки тавы для того, чтобы ецаргора дает разные виды тавы людям, для того, чтобы было тяжело справиться с ней. Поскольку первые 13 лет жизни человека они идут за тавой и они укореняются. Тайва укореняется в человеке. Человек, который рождается до бармицвы, до возраста взросления для девочек батмицвы, у человека нету вообще ецарготов. Все, что у него есть, у него есть ецаргора, который выражается только через Тайву. Потому что все его интересы, поскольку разум стремится к нулю, то все его интересы, они находятся вокруг того, что это вкусно, это невкусно, это хочу, это не хочу. И чем младше ребенок, тем тяжелее ему понять, что кто-то кроме него существует, и чем тяжелее ему бороться против Тайва, да может быть и не нужно бороться против Тайва в этом возрасте, потому как он не может этого сделать. Но когда он доходит до взрослого состояния, 13-летнего, то ему очень тяжело отделить от себя эту табу. Мы сейчас говорим о человеке, который это хочет делать. Тот, кто не хочет это делать, у него никаких проблем нет. Он живет идеально и так может дожить до глубокой старости. Но человек, который хочет работать против своих медот, хочет достигнуть совершенства, то он натыкается на то, что бороться с Тайвой это целая проблема. Поэтому нужно много серьезных поступков для того, чтобы бороться с ней. И также все органы человеческого тела получают Гану без исключения, получают удовольствие от Таавод, которые существуют, от вожделения, которые существуют. Поэтому человек, который владеет своим Рохом, имеется в виду, человек, который владеет своими Таавод, он является властелином над своими Таавод. Таавод на него не влияют. Он может с ними справиться благодаря советам дающихся разумам, то есть Торой. И это выше, чем человек, который захватывает город. Потому что захватчик города это и есть Таавод. Город это человеческая душа. И это захват города против двух Ецеров, Таева и Каас. То есть против Кааса достаточно быть Гебором, против Гнева, против Таевы нужно быть Мошельба-Рохом, нужно владеть своим Рохом. Что человек, который владеет Медой Таева, он знает, какие действия нужно применять, и он выше, чем тот, кто осаждает город. Точка. Про Каас сказано Тох, Эрих и Паэм, Мегебор. Хорошо, долго, терпение, выше, чем понятие Гвура, понятие силы. Гвура соответствует Меде качеству, которое называется Каас. И человек, который может справиться со своим Каасом, это больше, чем силач. Здесь есть цитата из Авода Робиносон, которую я хочу зачитать. Гаон ее не приводит, но его приводит кто-то другой. Он говорит, человек, который захватывает свой Ецергора, засчитывает, как будто бы он захватил город полный богатырей. Поскольку каждая из видов Таевы, это очень сильная вещь, которая очень мешает. И дальше он говорит, что сказано в другом месте, в Шаббате, в неморе Шаббата сказано, Гава и Захир Брухейха, будь аккуратен со своим Рохом. И что имеется в виду, что человек, который аккуратен и владеет Рохом, то, что мы говорили, он владеет всем телом и всем, чем нужно владеть. И Рох в данном случае, это, в общем, всегда, это махшава, это мысли. То есть, человек, который научился, вышел на уровень, когда во время своей борьбы с Таевой, он владеет своими мыслями, это выше, чем человек, который может захватить город. Потому что все действия человека, они определяются, он всегда идет вслед своим мыслям. Рох, о котором мы говорим, человек, который владеет Рохом, Рох, это мысль. И об этом сказано Тохан, Рохот, Гошем, что Всевышний, он находится суть всех Рохот, суть всех мыслей, это исходит от Всевышнего. Есть цитата в Зохоре, которая говорит, что есть три вида Рохов, которые существуют, и все три, они включены в то, о чем здесь говорится. То есть, Зохр утверждает, что тот, кто Машель, бы Рох, это владеет всеми тремя видами Роха, которые существуют, но я не думаю, что нам надо в это входить сейчас, не будем входить. Теперь еще это первое объяснение. На самом деле, первое, первое, агро на этом кончается. Агро, который говорит о том, что человек, который научился владеть своими мыслями, он может научиться справиться со своими Таавод, справиться с Каасом. Я не говорю, что это легко, Игаон не говорит, что это легко, но это намного легче. Человек, который научился это делать, такой человек называется Гебор, Эрехепаим. Человек, который научился владеть своим Рохом, он владеет еще выше, и он может справиться не только с Каасом, с Гневом, но и с Таевой. Следующий Перуш, другой Перуш Гаона, говорит, «Тох Эрехепаим и Гебор» выше долготерпеливый, чем Гебор, чем сильный. Потому что человек, который хочет справиться со своим товарищем, все это зависит от его физической силы. То есть, если он может его уронить, убить и так далее, то он может с ним справиться, и это зависит от его силы. Но человек, который хочет захватить город, он заинтересован, чтобы жители города остались живыми. Ему не хочется перебить всех жителей города. Почему? Потому что он не хочет захватить город, который будет пустой, и там будут только много-много трупов. Какой смысл захватить город и много трупов? Смысла в этом никакого нет. Поэтому ему нужна дополнительная сила, чтобы справиться с жителями города и оставить их живых. Поэтому он называется тот, который ему шель, тот, который владеет, тот, который властвует. Точка. То же самое с качествами человека. Говорит Гаон. Потому что Каас это качество, которое уподоблено Гвуре, уподоблено, параллель проведена с силой. Каас, гнев, его нужно полностью захватить до цельности. Каас нужно уметь захватывать. Но Таавот их нужен, их нельзя, короче говоря, Каас можно уничтожить. Человек может полностью истребить понятие гнева в себе, и тогда он станет цельным. Но когда мы говорим про Таавот, этого недостаточно. Таавот нужны для того, чтобы служить Всевышнему. И для того, чтобы тело могло существовать. Поэтому нужно их сломать до такого состояния, что человек будет ими властвовать, но они останутся в живых. Их нельзя уничтожить. И это то, что называется владение Таавот. И это выше, чем захват города. Поэтому человек, который умеет это делать, он называется человек, который владеет своим рухом. Что он владеет Таавот, которые ему нужны, и направляет их на службу Всевышнего. Вопрос, который мне пришел. Разве истинный антипод Иакова это не Амалека, ведь он связан именно с Каасом. Не следует ли из этого, что страшнее, сильнее именно Каас, а не Таева. Как это можно пояснить по Гаону? Спасибо. Окей, давайте займемся этим за оставшиеся у нас четыре минуты. Да, Каас в какой-то степени, не в какой-то степени, а во всех степенях, это более вредное качество, чем Таева. Гаон говорит о том, какой из них легче победить. Вопрос, который мне задан, это какое из них более вредное. Более вредное качество это Гаева и Каас. Каас должен быть и Гаева должны быть полностью истреблены из этого мира и полностью аннулированы. Источником Гаева является Авоида Зоера. Потому что человек, который служит Авоида Зоера, он ей служит, потому что ему хочется не подчиняться Всевышнему, а чтобы у него была собственная Ия, и он мог воздействовать на этот мир через идолов, через еще какие-то вещи, но не являться полностью зависимым от Творца. И это качество намного хуже, чем качество Таевой. Но труднее бороться с Таевой. Одна из причин, по которой с ней тяжелее бороться, потому что истребить что-то легче, чем подчинить в сторону Тов, в сторону добра. Это то, что имеет в виду Гаон. Есть известная гемора в Йоме, и в общем, это почти Псуким в Сеферной Хамии, которая часто рассказывает о том, что когда был построен второй храм, то Аншейк Неса Дагдалам, мужи Великого Собрания, сделали молитву с просьбой истребить, уничтожить Ецаровой Дезойре. И после постов и молитвам была дана эта возможность, они его взяли, захватили, и запаяли его, и бросили в море. Тогда они начали и сказали, что если такой Эт Рацион, если такое угодное Всевышнему время, то мы будем молиться и попросим Всевышнего уничтожить Ецар Тавы, Ецар с запрещенным связем. Они молились, им это тоже удалось. Половые связи были, Ецар к ним был убран из этого мира. Понятно, что связи это Таева, а Войда Зойра это Гаева, как я только что сказал. После того, как это произошло, через некоторое время выяснилось, что мир не может существовать. Петух не подходит к курице, муж не подходит к жене, люди умирают от голода, потому что нет никакого желания кушать и, соответственно, не рождается никто, и люди умирают от голода, потому что забывают поесть, поскольку это невозможно. Это пшада, пашут, гемора. Лымайса, гемора значительно более сложная. В тот момент, когда исчезла Таева из этого мира, Таншейк Несады Гдала поняли, увидели это в состоянии атрибута даат, они стали полностью на стопроцентно соединены с этим пониманием того, что если сейчас мы будем находиться в состоянии, что Таева не будет в этом мире, то Митцвод и Тора исчезнут из этого мира. Тора, учить Тору невозможно без получения удовольствия от изучения Тора. Это физически невозможная вещь. Не знаю, может быть, математику, химию, физику и не знаю, что еще. Можно учить без удовольствия, не знаю. Но Тора без удовольствия это не Тора, поскольку Таамэй Митцвод вкус заповедей, смысл заповедей, они не могут быть без наслаждения, поскольку награда за Тору это Алла Маба. Это есть понимание смысла и всех деталей и всего, что произошло и что делал человек в этом мире. Когда эта вещь Таева убрана, Таева в хорошем смысле этого слова, исчезает из этого мира, то мир не может существовать. Поэтому безусловно Гаева должна быть полностью убрана из этого мира. И вы совершенно не знаю, кто задал этот вопрос, но он совершенно прав. Амалек Эсав суть этой клепы, этой шелухи, этой силы Тумы это Гаева, которая должна полностью исчезнуть из этого мира. Суть клепы Таевы это Ишмаэль с его гаремами и так далее. И эта часть она должна остаться в мире, но должна быть перевернута и направлена на службу Всевышнего. Гаон сейчас с нами разбирает другую на куду. Он разбирает не что такое хорошо и что такое плохо, а с чем и как надо бороться и с чем бороться тяжелее, с чем легче. Поэтому говорит Гаон, что Таевы я не могу полностью уничтожить. Поэтому здесь нужна большая мудрость и больший подход более тяжелый. В то время как Каас я могу полностью убрать из этого мира и в общем должен это сделать и тогда мир станет лучше и совершеннее. Но Тааву убрать нельзя. Поэтому для того чтобы справиться с Товой нужно больше уровень чем чтобы справиться с Гаевой. Трагедия заключается в том что 33-й пасуг я не успел разобрать хотя он очень короткий. Но не знаю сейчас его начинать или нет я как-то не уверен. По-моему это не совсем правильно. Совсем нету времени на это. Давайте попробуем почему нет. Хотя бы как-то коснемся. 33-й пасуг говорит за пазуху бросается жребень. Нет это тоже длинное. Это мы оставим на следующий раз потому что нехорошо его так вот замять. И в следующий раз мы начинаем следующую главу. Так что спасибо за внимание до новых встреч в эфире. Всего доброго.